друзья всем привет я хотела вам показать прекрасный вид моего балкона вечером я его не видела и пожалуйста это просто недостройка смотрите на первом этаже он там офисы уже смотрите готовый офис а квартиры еще строится кроме нашей я вообще не вижу ни одной квартиры достроенный посмотрите жесть как только выходишь из нашей квартиры такая вот стройка идет ого на скальные рисунки 56 этажей готова готовы и все как 70 66 в итоге будет вчера спускались гулять и я посмотрела была вывеска на сорок шестом этаже там какие-то кафешки ну типа реклама заранее фитнес-центр будет спа и что-то еще сейчас я сниму зарядка с утра до у шекера и вот здесь ночью просто офигела короче тоже квартира мы искали номер квартиры я просто выхожу я вижу ну да стой я вижу вот этого там пропасть вообще жесть какая-то то есть достраивают какое-то здание и это прям около лифта и хорошо что мы сюда не пошли но все стрёмно я вообще по своей натуре очень сильно боюсь вот таких зданий во первых недостойка во вторых очень высокое здание но я не знаю наверно столько все пересмотрела всяких там видео как там они падают вот эти здания и поэтому у меня хобби ну самое что меня удивило это лифт идет только до 20 числа потом пешком что другое другой нефть наверное я смотрите первый этаж то есть земельный он идет называется ground floor то есть первый этаж по русскому это уже второй этаж а вот что это показывает 66 этажей будет это что это это вид 66 этажа вот это я видела 46 на 46 этаже будет вот джим спа кафетерии ресторан и ночной клуб а и вот так вот получается у них это так это тоже еще недостройка фотка недостройки квартире было так темно я думала то что ну как бы солнце не встало вообще ну как бы у нас в комнатах везде видно то что утро наступило а здесь такая кромешная тьма была но как бы эти плотные шторы и поэтому непонятно получается выходишь на балкон и у нас же как и внутри до жарко да очень не у нас но как внутри ну как я вам показывала да то есть там солнце сверху вообще не проходит и уже принципе как бы темной плюс эти толстые шторки и получается вообще там темнота вот так выглядит не при свете дня вот это вся территория вот этот спенсер мы вчера ходили ну и вот оно это здание ну так наверное не выглядит до высоким здесь парковка для вип персон а мы поставили на ночь машину ну вот здесь на местную парковку она бесплатная здесь сидит охранник камеры что а это их да вот эти вот все постройки создание квартиры ну да большой здесь район и сзади него смотрите тоже высокие круглые строятся свечки не вы знаете ну как бы я любитель стеклянных балконов больших окон но когда речь идет о там даже сорок шестом этаже 66 я смотрю везде делаются стеклянные обычные балкончики ну где-то на вот таком уровне я понимаю что это очень опасно я никогда в жизни бы с детьми вот эти балконы не купила да и вот такие вот маленькие квартиры конечно это наверное шаг только для одного человека или для максимально там для парочки ну что план план познакомить с человеком да сегодня мы хотели познакомить вас с одним человеком ой очень важным по нашей жизни по нашей индийской жизни ну вообще сейчас мы туда приедем на место и я вам расскажу поподробнее обязательно пристегиваемся потому что в индии строго смотрят за ремнями даже у нас в деревне очень много штрафуют здесь вот такой вот райончик в принципе более-менее смотрите здесь хотя бы внутри до ворота внутрь и там обычно там детские площадки может даже бассейн быть на всех вот смотрите видите это тоже жилой комплекс то есть вот туда строгий только для тех кто здесь живет а ну вот который который мы живем вот это вот самая высокая это получается самая высокая в дейли сейчас или вообще в инде нет нет только это да то есть еще выше еще серьезно я не видела на это не обращала внимание ну в общем смотрите здесь сразу же все есть типа аптеки эти книги придаются салоны красоты человек вообще не любит квартиры ну в принципе это человек который вырос в доме но как бы это нормально тем более в таком большом доме человек мы с тобой даже не померили размеры твоего дома мне как бы стало интересно буквально недавно раньше я вообще не сдавалась этим вопросом какого размера дома мы считали просто комнат то что 8 комнат а какого размера это уже мне сейчас в россии начали спрашивать а какого размера у вас дом и график знает ну как бы я никогда не считала ну в общем человек который вырос садись садись сейчас будет полетись и тебя заберет вот мы так вот по городу без кресел конечно очень удобно они прыгают как тараканы туда-сюда в общем человек который вырос в доме большом конечно он никогда себя не выберет квартиру но я все-таки настаиваю шагра на будущее купить одну квартиру хотя бы не жить постоянно в ней но вот жилом комплексе какой-то хорошим блокнау я хочу блокнау очень красивый там за городом получается все зеленое и но как бы там действительно ну как бы недорого но как бы богато сделано и сами квартиры хорошие и как бы выходишь там с детьми можно провести время и тинька очень много то есть ты там по сути много гуляешь по вот этому жилому комплексу вот это метро вот это наземное и 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 Ребята, вот это самое страшное в нашем современном мире. Вот это, видите, гора. Это самая настоящая мусорная, делийская гора. И вот это вот птицы, но какие-то птицы, которые там, где мусор водится, какие-то летают. Что это за птицы, Шек? Это вороны? Есть, посмотрите, сколько птиц. Ужасного нет, я открыла окно, чтобы, ну, как бы, снимать видео поближе. Жесть, это вообще, я не знаю, как здесь живут люди, человек вокруг квартиры. Как они живут в этом? Почему? Я не знаю, ничего не делать. Да весь мусор с города сюда, что ли? Или еще вторая есть где-то с другой стороны. Так, ладно, один уже длинный. Промочил. Еще одна есть? Уже вот готовая, вот так. Уже готовая? Да, мусорная. Это гора. Вот просто это вот, это вот, это вот, да. Жесть. Как раз, куда-то, вот, что-то, вот, это еще. Выглядит, как обычная гора, да? Смотрите, даже дороги там есть. Там машины ездят на реку. Поэтому она прибелась. Жесть. Продолжение следует... The uniqueness is, number one, the bottle is glass. If you add a product in a plastic bottle, there is a leaching of plastic, which is not good for a consumer sale. And this is a health product. Number two, this product is made out of classical formula of Chavantraash as done by the Rishi Muni. Now here is a product, please taste it yourself and let me know how you feel it compared to many other products you must have tasted. I was MDF at a company for seven years, three years in India, three years in Belgium. And I have been to Moscow a few times. You will be able to see the difference of, this is the face moisturizer. Okay, I am doing this on your hand. And you will be able to see the difference immediately. Please see both hands like this. This is what we are. We have come to meet with this person, his name is Gorov. And in Russian, John. Good morning, in Russian, John. John, look at the office. John, look at the office of our class. And here, when we sell different types of materials, decor, all kinds of products, all kinds of products that are related to the decorative products or more useful. Кроме этого, органик Вернес, который представляет Шмарек, это его всякие бады и разные варианты. Тут всякие приправы, но, как вы видите, тут огромный арсетимент. Мы еще животным тоже алювидически продаем для животных, для кошек, собак. Даже есть шампунь всякий разный. Так что здесь есть у нас очень много разных брендов, которые всегда практически есть в наличии и срок годности очень хороший. Все товары, все товары, вот органик Индия, все товары мы проверяем, кого к хорошей годности два года, три года. Потому что здесь мы получаем свежий товар. Это не то, что там отправили в Россию и там уже годности может уже полгода ушло. Так что срок это самый главный и очень много вариантов. Тут у нас Котикал, один очень популярный бренд, но самое главное здесь есть все виды лекарства, которые нужен человеку. Даже это не лекарства, это как бады. Они полезны, там масла для массажа, для всяких это вещи. Так что они, если так все равно, то в России их может там пять вариантов, а у нас их вариант больше 50-70. Так что это есть огромный плюс. Все заказы, которые заказы проходят у них каждый день и они их собирают. Они проверяют годности, они проверяют, вот так раз он проверяет, какой у них годность и проверяют есть наличие, нет наличия. Надо что-то там, особенно когда самый главный срок годности упаковка. Что-то оно правильно, неправильно, не бито, не разбито, короче, вот такие. И пишут комментарии, а если все хорошо, он подписывает, значит начинает дальше упаковать. Именно ставлять заказы. Вот этот заказ уже собраны. Вот. Ну вот они продают в России. И божества есть. Да. Да, это чуть-чуть близкие. И так, неправильно. Это вы用ил все очень популярные, не только только. Здесь мы делаем их в commercial. Это у нас с Аль案ом. Это у нас с Аль案ом. Это у нас с Аль assureю. Здесь достало Юа, я специально занимаюсь над этим, а увидела на авиащинскую компанию. Это мы занимаемся с Урлайейом. Поехали, нашли что-то в оригинал, который создал страны. Так вот здесь это уже не очень нарушение. Так что в России, как мы развиваем, что-то в России, что-то у нас там-стану. Проверила, почистила и положила обратно Если нет правильной упаковки, то товар может испортиться Проверила, можно купить и вытащила Ухода, что с упаковкой Этикетки на пиле, где угадали на сей адрес, где борту И в школу прогресса Ковер тоже отправляют, так вот упаковывают. Это все, готово на отправку. Ну, в общем, наш вот этот знакомый занимается поставками практически всех индийских товаров в России, в Беларусь, в Германию, очень много, у него большой список стран. В России он работает с вот этими компаниями, это Jun, Boxberry, Ozon, и его сайт это MyIndia. Если вы будете заказывать через вот этот сайт MyIndia, то Горов обещал вам скидку 7% на любой товар. Это будет промокод. И вы смотрите, даже бренды вот эти вот отправляют. Это все оригинальное, все то, что делается в Индии. Вообще, ребят, это наш очень давний знакомый с времен России. Мы, ну, знали его, честно, хотели даже, ну, как бы сами заняться поставками. Я искала пути, Шекер искала пути, но на самом деле это очень сложно. Вот то, что Горов сделал, сам сделал, это вообще, это просто гениальный человек, который сам сделал логистику из Индии, напрямую из Индии, там, в России, вообще в разные страны. Я у него спрашиваю, какие страны не доставляются. Он говорит, ну, вообще, в принципе, 99% стран, по сути, можно отправить товары напрямую, там, через сайт. Доставка будет в районе недели. Но он говорит, вот с Украины могут быть некоторые проблемы, могут быть там и задержки. Потому что, ну, сами понимаете, из-за военной вот этой ситуации. А так, я, конечно, честно, была в шоке от масштаба сейчас, который у него здесь, там, офис огромный, склад огромный. Он просто отправляет все, все вот, наверное, все, что в Индии продается, то и отправляет. Вы видели, там, и ковры, там, крупногабаритные товары, и бренды всякие, вот эти, там, Zara, iChindem, Mark Inspector, все, что ушло из России сейчас из-за санкций, он отправляет именно вот эти вот оригинальные товары, которые шьются в Индии. Вау, ребят, мы сейчас едем в торговый центр, и тут по дороге у нас бараны посреди столицы индийской. Жесть. Покрасили, а почему не покрасили, чтобы было видно, что это их, а что могут смешаться с другими. Я других не видела в столице. Да, такие яркие, красивые. Пастух один, прям по дороге. А, тут впереди еще один пастухой. Жесть. Мы сейчас приехали в торговый центр. Посмотрите, тут, короче, шлагбаум. Нам открыли багажник, проверили там вообще у нас чемоданы. Там все открыто, и он, конечно, это открыл наш этот багажник, а так испугался. Чуть ли вещи не попадали. Ну, вы вообще все здесь проверяют? Девочки. Скажи нам, я на городе издала. Что? Посмотрите, я на городе издала. Ого. Ничего себе. Чекарь говорит, что очень много террорических атак было в этом торговом центре, поэтому все очень строго проверяют. Но хотя у нас открыли столько вещей, ну как бы чемоданы там, ну мало ли мы в чемоданах что провезли. Нет, он даже не с какой-нибудь там, не металлоиспаса, ничего. Не, он его в руках не видел. В руках было, да? Да. Но, видимо, маленькая. Ну, в общем, ну как я видела, он просто просмотрел так багажник и все. Когда мама была маленькой, мама так же говорила, мол-мол. Когда мама была маленькой, мама говорила, мол-мол, а ты откуда знаешь? Ты маму видела, когда она была маленькой? Ага. Фот маленькая. Фот? Я в маме. Вика говорит, когда ты, мама, была маленькой, тогда ты очень любила мол. Я мол. Что, Вика? Когда я была маленькой, я тоже люблю мол. А сейчас ты взрослая, да, стала? Ага. Ты мамой стала, да, у тебя? Вот смотри, какая Алиса дочка. Ты за ней ухаживаешь? Кормишь? Нет, пожалуйста, Алика. Садись, садись, папе, не мешай. Когда она спит, я ухаживаю. Ухаживаешь, да? Здесь огромная парковка. Ну сколько этажей мы уже спустились вниз? Это жесть все. Очень большой здесь торговый центр. Это, смотрите, пожилая женщина. Штанишка. Блузочки. Красивые. Вот так вот мне очень нравится ездить в современные города Индии, чтобы почувствовать себя как бы обычным таким человеком, чтобы на тебя никто не смотрел, там во что-то одето. Поставлено вот это вот все. Ну, как ни крути, все равно блокноу, блокноу, все-таки, ну, как бы, посмотрят. Ладно, ты заходишь там на торговый центр, на тебя, на тебя там не смотрят. Вот выходишь из торгового центра, и все, и понеслось. Просто вот эти вот взгляды косые. Там, о, там иностранка, там типа пошла надета, она же мама, как она может там джинсы с футболкой одеть. Ну, мне это не очень нравится. Как бы люблю вот так вот свободно жить. А в Дели ты там везде выходишь. Мы там были на улице. Вчера там столько женщин, там взрослых, в шорты ходят. Ну, что-то обычная, вот, русская жизнь. Так, почему русская жизнь? Чик. Да. Ну, для сравнения. Ну, я же из России. А, ну. Они индусы тоже так же живут. Ну, что с индусами так же живут? А ты посмотри свой дом, кто там в шортах ходит. А ты же девочки в шортах не ходят. Посмотри свою Вику, а, сиди смотри. Ну, а я же не имею права одеть шорты в твоем доме. Когда я была маленькая, это моя пиналка. Что смотри, это Форнец. Не молчи, не молчи. Смотри, Форнец. Смотри, Шексинзон машина, да? Очень. Все, ребят, мы приехали уже в торговый центр. Посмотрите, какой он большой. И, как и всегда, здесь в Дели волокна очень большие. Это только малая-малая часть. Здесь разыгрывается Ауди. Вау! Стоит все это удовольствие 550 рублей за один час, а одного ребенка. Ну, Карри, не страшно там идти. Вика, смотрите, Вика держит ее. Поддержка сестры. Молодец, Вика, умница. Мне сказали отсюда не уходить, хотя я планировала пройтись по магазину, посмотреть здесь игрушки, там цены на игрушки. Ну, мне сказали, что, ну, как бы, почти детская площадка, поэтому один родитель обязательно должен быть с детьми. Ну, в общем, всем пока. Пока я заканчиваю это видео, увидимся очень скоро. У нас впереди большое путешествие. Сегар не хочет оставаться в этой квартире. Сказала, поедем вечером, но я, наверное, его переубежу, чтобы мы поехали рано утром, потому что до Раджастана ехать часов 6-7. Ну, короче, всем до завтра. Смотрите, да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok